Давид, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, Тигран. Как вы там? Свет есть? Замечательно, без света сидим, кое-как наладили связь, но самое главное, не унываем и продолжаем бороться. Давид, можешь в двух словах обрисовать, что у вас происходило в течение этой недели, вот заседание парламента и что планируется делать дальше? Да, хотелось бы отметить, что у нас была очень бурная неделя и, в принципе, события, они очень часто... То есть, да, мы ожидали, в принципе, что рано или поздно предательское правительство Пашиняна, оно все-таки будет играть в открытые, но не так рано. И, в принципе, можно было заметить и отметить очень важную вещь, что, несмотря на то, что пытались внутренне политическом, скажем так, внутренне политической площадке, то есть, этот вопрос отводить в другую сторону путем устраивания каких-то акций, тем не менее, была сплоченность и по нашему предложению, по предложению парламента, то есть, мы созвали экстерное заседание, но что, и отреагировали на то, что он сказал. В принципе, что мы можем сказать как месседж? Это второе заявление парламента, то есть, первое у нас было в прошлом году, в апреле, что есть красные линии, ни в коем случае мы не позволим вам перешагнуть эти красные линии. Это было после того, как он сказал, что необходимо опустить планку. И потом они всячески оправдывались, что вот, как всегда, мы неправильно поняли, планка – это необходимый элемент в переговорном процессе. И вот буквально пару дней назад они уже открытым текстом сказали. Естественно, нам ничего другого, то есть, уже делать не надо было, и мы начали уже тоже играть в открытую. В первую очередь, что мы хотим констатировать, и в заявлении тоже четко есть. Никто, ни один человек или ни одно государство не имеет права принимать решение за народа Арцаха, который уже провел свой референдум и который воспользовался именно международным правом. То есть, не может быть такого, что для нескольких государств это право, оно работает, а для определенных государств это не работает. В данном случае мы можем сейчас приводить очень много примеров, но я не хочу сейчас податься пока в эти подробности. Во-вторых, касаемо Пашиняна и принятия его решения, мы очень четко дали знать, что этот человек, он не имеет легитимности, во-первых, говорить за весь армянский народ, и, во-вторых, не имеет легитимности принимать решение за Карабах. То есть, если даже вся Армения согласна с этим, то я думаю, что здесь есть другие механизмы. Пусть весь армянский народ встанет и скажет, что мы отказываемся от Карабаха, в чем я очень сильно сомневаюсь. То есть, мы приходим к выводу, что у него есть определенный сценарий. Определенный сценарий, этот сценарий непосредственно связан, естественно, с западными своими коллегами, потому что, в первую очередь, это всячески вытеснить Россию из нашего региона, в частности, миротворцев. А как мы знаем, нашим западным коллегам не все равно, что здесь будет. Будет очередной геноцид, или еще что-то, или еще что-то, но самое главное, чтобы они зафиксировали провал, очередной провал, или, допустим, провал России. Касаемо вчерашней встречи, у нас были очень большие ожидания, и, к сожалению, можно отметить, что эта встреча была провальной. А то есть очень много причин. Во-первых, насколько коротко это все длилось. Во-вторых, я не думаю, что это был какой-то эмоциональный всплеск, или чувство патриотизма зашкалило после выступления Алиева. Мне кажется, что все-таки это было запланировано, чтобы именно показать, что площадка, которую предоставил президент Российской Федерации, она уже не настолько сильна, потому что до этого они были на западных различных площадках, и им необходимо было, скажем так, показать, что вот вы, наши западные хозяева, вот смотрите, у нас уже есть, скажем так, какое право оспаривать Путин. И, к сожалению, я еще раз хочу подчеркнуть, если для него это какая-то политическая игра, то для нас это было, для нас эти ожидания, скажем так, в условиях выбивания, то есть народ ждал, что будет принято хотя бы какое-то решение. Но на первых минутах мы видим, что вот эти эмоциональные всплески, они, в принципе, поменяли все русло переговоров. Даже я сомневаюсь, что там были переговоры, потому что на уровне вице-примеров, если они их, скажем так, им дали задание, чтобы они договорились, я очень сильно сомневаюсь в этом. И не было никакого даже заявления. В то время, когда Алиев несколько раз при Пашиняне говорил то, что вот вы признали территориальную целостность Азербайджана, так же, что Карабах входит в состав. И я не видел вот этого патриотизма, вот именно в этот момент. И он никак не вступился за это. Поэтому приходится делать именно вот такие выводы. Касаемо ожиданий, то, что вот сейчас произойдет после вот провального процесса, у нас очень, скажем так, очень тревожные ожидания, потому что мы не исключаем очередную эскалацию, как на границе Армении, так и у нас. Потому что уже есть определенный, скажем так, всплеск информационном поле, что сегодня вот, допустим, что диверсионная группа была замечена Армянской. То есть они готовят определенную почву для новых действий. Естественно, будут давления, большие давления, но самое главное давление для них это Карабах. И в связи с этим Арцах, то есть в связи с этим Пашиням всячески показывает, что вы не сможете на меня именно Арцахом давить. Пусть хоть они там голоду умирают или еще что-то. Да, на официальном уровне, то есть на дипломатическом уровне они периодически, скажем так, поднимают этот вопрос. То есть так, чтобы сказать, они полностью забыли, но я думаю, что должным образом не занимаются этим. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, от этой встречи можно было хотя бы что-то взять для нас, для себя. И сейчас мы ожидаем, что будут новые обострения. То есть это в принципе и входит в почерк Азербайджана. Да, Витчан, такой вопрос. Да. О, кстати. Против населения Карабаха сейчас проводится фактически психологическая операция, можно так назвать. Да, поочередно закрываются коммуникации, закрывается трасса, да, людей заставляют показывать паспорт, Азербайджану отдавать свои личные данные. И мне кажется, все это делается для того, чтобы, когда внезапно откроется дорога, предположим, чтобы из Карабаха хлынул поток в Армению, а может и дальше. То есть мне просто интересно понять, вот ты находишься там, к сожалению, я не могу приехать, чтобы тоже понять, какие там настроения. Вот ты скажи, реально вот эти опасения, или Карабахте вот этой своей упертостью, которую они продемонстрировали в течение всего Советского Союза, с 20 по 88 год, все же они будут стоять там до конца, или жизнь до конца. Можешь обрисовать ситуацию? Хорошо. Очень хороший вопрос. В принципе, то, что вчера президент Азербайджана заявил, что дорога открыта, люди свободно передвигаются, естественно, мы все понимаем, что это имитация. потому что по моим данным, даже на данный момент все машины, в том числе миротворцев, досконально проверяются. Естественно, наша позиция следующая. Мы все эти риски, опасения очень хорошо понимаем, и народ тоже понимает прекрасно, но очень важный момент есть. Необходимо разделить на две части. Есть определенный контингент людей, у которых по тем или иным причинам необходимо срочно выехать в Ереван. То есть, это 5-6 месяцев люди находятся здесь, это необходимо, то есть, получить в больницах какое-то там направление лечения, студенты, которые сейчас недавно поступили в университет. Ну и просто есть определенный контингент, который просто хочет выехать, но все они, все они, безусловно, вернутся обратно. Может быть, очень маленькая часть населения, то есть, я не исключаю, очень маленькая часть населения, то есть, которая, в принципе, решит окончательно переехать в Армению. Касаемо стойкости, касаемо продолжать эту борьбу, естественно, народ не сломался, естественно, мы прошли через все это. Слава Богу, у нас есть старшее поколение, которое в 88-м году начало это движение, и, в принципе, мы периодически встречаемся с ними, и консультируемся, советуемся. Более чем скажу, сейчас есть очень много инициативных групп, которые создают, скажем так, площадки альтернативные для того, чтобы продолжить эту борьбу. Что подразумевается под словом борьба? Естественно, это в первую очередь морально-психологическая поддержка, это оценка своих ресурсов и нужд, это новая стратегия в данном случае, и, безусловно, как мы будем продолжать жить дальше, потому что мы оказались в такой ситуации, что я хочу подчеркнуть не Армения, не народа Армении, а именно несколько человек, и вот эта преступная группировка, которая отказалась от нас, как мы будем продолжать работать дальше. И в этом случае необходимо искать союзников. В принципе, и не надо искать союзников, союзники, они у нас есть. Но нам необходимо сверить часы с нашими самыми близкими союзниками на сегодняшний день это с Россией. Субтитры создавал DimaTorzok